Кто ты по профессии и почему решила поехать именно в Южкоролу? Как я говорила, что по профессии. По первой я артист эстрады, руководитель музыкального ансамбля и педагог по вокалу. Вторая специальность у меня налоги налогобложения и экономист. Я закончила экономический факультет Маргу, Марийский государственный университет. Почему решила поехать именно в Южкоролу? Как-то за меня это решил мой дядя родной, потому что он здесь учился. И мне как-то внушало последние два года моего обучения в школе, что ты поедешь в Южкоролу, ты поедешь в Южкоролу. И как-то это было логично, что я поеду в Южкоролу. И я к этому готовилась с класса десятого. Далее, Елена спрашивает, стала ли Софа спокойнее после завершения ГВИ вообще какие изменения в поведении повлекло отлучение от груди? Изменения были такие. Соня стала спать лучше, соответственно, и я стала спать лучше и чаще высыпаться. Стала ли Софа спокойнее? Я не скажу, что она стала спокойнее, она в принципе такая и осталась только вот со сном проблемы какие-то решились. Второй вопрос. Как ты находишь для себя новинки корейской косметики? Может, читаешь какие-то интересные аккаунты блогеров? Больше всего мне интересно смотреть именно по крупным сайтам корейской косметики, тот же сайт Космаси, на котором я вот заказываю. Я захожу на сайт, смотрю новинки. И обычно новинки это то, что именно в Корее появилось. Еще мне нравится читать статьи в интернете про новинки корейской косметики именно статьи в женских журналах, в электронных, естественно, журналах. А именно блогеров и аккаунты никакие не смотрю и ни на кого не подписаны именно касательно корейской косметики. Но про корейскую косметику я обожаю читать. Часто ли выходишь с подругами, с мужем погулять и развеяться? Очень редко. Сможем-то почаще, потому что мы можем на выходные оставить Соню, а с ним можем сходить в кино, либо куда-то на природу даже съездить. Довольно-таки часто. Можно каждые выходные, в принципе, договориться со свекровью. А вот с подружками крайне редко. И последний раз я с подружкой ходила летом, где-то в августе. Мы ночью катались на карусели и вот и сидели в кафешке. Так, дальше, дальше, дальше. Не вопрос, а комплименты просто. Умничка и красотка, восхищаюсь тобой. Спасибо огромное, Лен. Далее. Привет. Назрел вопрос. Как ты считаешь, как заставить себя смотивировать к похудению после родов? Был в жизни период, когда я худела на 20 килограмм, но забеременела и будто слетела с катушек. А потом после родовая депрессия, проблемы некоторые, и началось заедание. Никогда этим не страдала, а сейчас мучаюсь. Подскажи, где в своей голове нужную кнопку? Как стряхнуться? Большой вопрос. Получился я писарь. Так, это тоже мой постоянный зритель. Мне задает вопрос. Привет тебе большое-большое. Сейчас буду по поводу похудения рассказывать. Во-первых, начнем с того, что я не очень много лишних, конечно, килограмм набрала во время беременности, но у меня тоже были лишние килограммы. Как минимум, наверное, 3-4 килограмма. Ну, 3-то точно было килограмма лишних. Как я себя мотивировала? Ну, я себя мотивировала тем, что я должна быть красивой, я должна нравиться себе, я должна влезть в те вещи, которые у меня были до беременности. И мне было несложно себя ограничивать, тем более на грунтом вскармливании я постоянно находилась в таком состоянии диеты. Диеты, кормящей мамой. И один месяц я вообще чуть ли не на одной овсянке сидела. И мне это действительно несложно было, потому что я думала, что колики у Сони в животе из-за моего питания, возможно, поэтому я все, все, что можно и все, что только нельзя, исключала. Мне себя ограничивать на самом деле несложно. И если, я не знаю, вот правда, я никогда не заедала какие-то отрицательные эмоции, просто нужно себя, наверное, взять как-то в руки. Просто нужно встать перед зеркалом и посмотреть. Причем не в одежде, которая все скрывает, а вот встать голой и посмотреть на себя, и подумать, хочешь ли ты так выглядеть? Хочешь ли, чтобы тебя твой муж голую вот в таком виде видел? Не знаю, может быть, как-то грубовато я говорю, но все в твоих руках. Нужно поставить себе цель, нужно себя представлять, какая ты будешь красивая, когда ты будешь в своем прежнем весе, какие ты вещи будешь носить, как ты будешь выглядеть, чем ты будешь заниматься, и как тебе будет комфортно в твоем весе. Как развиваетесь с дочкой дома? Какие-то занятия, игры и вообще, как проходит досуг с ребенком? С наступлением холодов мы стали меньше гулять на улице, ну да, естественно, мы тоже, а дома уже все надоело, отказывается от всего просто, что не предложу. Может, какие-нибудь игры, но у меня с воображением не очень, ребенку тоже почти два. На самом деле есть волшебный интернет, где столько интересных игр с ребенком именно для возраста. Допустим, можно даже ввести ребенку два года интересные занятия и игры. Реально очень много советов. Мне очень легко с Сони, потому что, во-первых, мы постоянно бегаем по квартире, потому что квартира большая, можно побегать очень много где. Мы обожаем играть в прятки, и мы обожаем прыгать на кровати, мы обожаем различать, не различать, а изучать цвета. Соня обожает считать. И ее сейчас, ее очень легко привлечь к какой-то игре, она никогда не отказывается. Мультики, естественно, я и тоже включаю, но бывали дни, ну и не только дни, бывало время, когда я очень отрицательно была настроена против телевизора, вообще не включала целый день, после обеда вообще не включала, либо только утром до обеда, перед дневным сном включала. Но сейчас я как-то спокойнее отношусь, потому что те мультики, которые смотрит Соня, они такие добрые, они тоже интересные. Я даже мне саму интересно смотреть. Любимый мультик у Сони малышарики, и она постоянно просит включать малышариков, мы смотрим. Я нормально, спокойно отношусь, но я отрицательно отношусь, естественно, к тому, что вот ты включила ребенку мультик на целый день, и проблем нет. А так, какие у нас еще игры? Мы обожаем пирамидки строить, причем у нас разные пирамидки есть. Она обожает сортировать, все, что связано с сортировкой по цвету. И я себе скачала игры на телефон, те же самые игры, бесплатные игры, все в App Store скачала. И тоже интересные такие сортировочные игры. И Соня тоже может посидеть, немножко там поиграть. Она сама, причем эти игры уже находятся, сама включает. Дальше Соня обожает сейчас читать книги. Она сама просит, у нее любимая сказка, это Красная шапочка. А она эту Красную шапочку может много-много-много раз. Я только дочитаю, она снова просит, например, дочитать. Естественно, я это читаю с артистизмом, все показываю, рассказываю, ей интересно. Шарики гонять любим. У нас много всегда разноцветных шаров. Я ей всегда называю все цвета. И вот, например, Соня сейчас очень хорошо считает до пяти. Очень хорошо. Она даже до десяти может, с моей помощью, считать до десяти. Но до пяти это прямо уже все уверенно она считает. И я считаю это своей очень такой хорошей заслугой. Мы, когда гуляем с Соней, даже по улице, все ступеньки, лесенки, где мы проходим, мы всегда считаем. Один, два, три, четыре, пять. Причем это началось уже с лета. И каждый день, я вот толдычила этот один, два, три, четыре, пять. Мы игрушки перебираем, расставляем тоже. Я все время повторяю. И Соня теперь сама сидит, расставляет игрушки свои и считает один, два, три, четыре, пять. И тоже та же самая история с цветами, со всеми фигурками. Я ей все всегда называю, все рассказываю, для чего нужно это, для чего то. О, сейчас еще Соня очень любит в кухню играть. Мы очень любим супчик готовить, очень любим компотик варить, всех кукол. Поставим вот так вот. Соня посадит всех в ряд и всех начинаем кормить. Вот так мы проводим наш досуг. Рисуем. Восковыми карандашами, восковыми рисуем. И вот сейчас начали еще краской рисовать. Так, ролевые игры, типа сценки разыгрывать, или специальные... А, это продолжение, видимо. Ролевые игры, типа сценки разыгрывать, или специальные пособия. Ну, думаю, вы поняли смысл моего вопроса. Да. Угу, угу, угу. Про книжки расскажите, какие у вас любимые, нравятся ли сказки, стихи или рассказы, гляделки, что-то из классики или современной литературы. Соня любит очень короткие сказки. И причем, та же самая вот красная шапочка, про книгу, про которую я говорила, я ее всегда максимально сокращаю. Потому что, если я начну читать все то, что там написано, она, ну, она не усидит. Она пока еще не отличается усидчивостью. Поэтому я максимально сокращаю, интересно все это рассказываю с артистизмом. И она, еще ей нравится книжка «Бременские музыканты». У нас есть книжка, которая раскладывается на пазлы. Она пазлы еще не умеет собирать, конечно. Это сложновато ей. Но вместе с ней мы вот пытаемся, я ей показываю. Вот так вот. А стихи Соня вообще не любит. И я ее пытаюсь, какие-нибудь стихи, даже гуси-гуси, чтобы она продолжила га-га-га, у нас пока вот не получается. Танюш, фото шикарное. Расскажи, как ты относишься к косметике из каталогов? Например, Mary Kay Avon Faberlic. У меня печальный опыт с Mary Kay. А какой именно печальный у тебя опыт с Mary Kay? Напиши, пожалуйста. Потому что у меня мама вот пользовалась, и у нее тоже на косметику Mary Kay появилась аллергия. Я нормально отношусь к косметике из каталогов. Например, есть каталожная, да, тоже продукция, Ифраше. Я когда-то, лет пять назад, наверное, очень много всего скупала Ифраше. И уход мне нравился от Ифраше. Декоративная косметика их не нравилась. Mary Kay я не пользовалась совершенно, вообще. К косметике Avon отношусь нормально, спокойно, хорошо. И когда-то я тоже пользовалась Avon, еще будучи студенткой. К Faberlic отношусь лучше всего, потому что, когда я лет, не знаю, сколько, я лет десять назад, наверное, пользовалась Faberlic, сейчас я вообще не пользуюсь каталожной косметикой. Ну, потому что у меня нет консультантов, знакомых, чтобы я могла там по скидке консультантов все это заказывать. А сама регистрироваться, заказывать не хочу, потому что, в принципе, мне косметики хватает. Меня еще и на обзоры посылают довольно часто. Вот. Поэтому нормально отношусь. В ком часто девочки, а, в комментариях, часто девочки восхищаются гармонией в вашей семье, в том числе и я. Расскажи, пожалуйста, в чем, по-твоему, залог семейного счастья, гармонии? И еще вопрос, есть ли у тебя водительские права? И если нет, то планируешь ли их получение? Планирую, в самое ближайшее время у меня нет. Это по поводу прав. По поводу гармонии в семье. Возможно, конечно, мои видео не передают всю суть нашего общения. И вы видите только маленькую верхушечку айсберга. У нас тоже бывают и ссоры, у нас бывают недопонимания. Но я тоже считаю, что у нас очень хорошее отношение в семье. И я считаю, что нам очень-очень повезло с Антоном. Как ему со мной повезло, так и мне с ним очень повезло. И, на мой взгляд, наш секрет именно гармоничных отношений в том, что, во-первых, например, я бы не стерпела, если бы, и мне было бы сложно с мужчиной, если бы он был глупее меня. Антон в каких-то вопросах умнее меня, поэтому мне с ним интересно, мне всегда есть с ним о чем поговорить. И еще есть у меня всякие же эти странности по поводу мантр, мантры, медитации. Он никогда не крутил у виска, он всегда с пониманием относился. Он меня всегда поддерживает. И мне кажется, что мы просто на одной волне. Может быть, и духовно как-то мы очень близки. И еще, мне кажется, что вот именно вот этой умственной разницы у нас какой-то нет. И еще, мне кажется, тоже очень важно, чтобы парень и девушка были примерно из одного слоя населения. Антон не намного богаче меня, я не намного богаче его мне. У нас родители примерно одинаково обычные, такие среднестатистические родители. Поэтому как-то у нас все очень ровненько. Мне кажется, в этом секрет. Так, дальше. А у меня такой вопрос. Я видела все видео, ой, да ладно, все видео у тебя, и как-то ты купила велотренажер и говорила, что он не будет вместо вешалки. И как успехи? Ой, девчонки, еще два человека еще помимо меня лайкнули этот вопрос. И я сейчас вас очень сильно удивлю. Девчонки, велотренажер это самая бесполезная покупка просто. У нас действительно велотренажер превратился в очень большую, огромную вешалку. И велотренажер занимал очень много места. Мы его через Авито продали. Вот так вот. Такая судьба была у велотренажера. Привет, Танюш. Интересно, кого смотришь на YouTube и как пришла идея снимать видео, с чего все началось? На YouTube я смотрю очень много блогов. Ну как очень много? Я не скажу, что прям я на очень многих подписана, но на данный момент мои самые-самые любимые блогеры, каждое видео, у которых я смотрю, это Никоко, это Вольта и это Маргарита Старбэби, это из молоденьких девчонок я смотрю Настю Кейк, я смотрю Настю Панченко и... Да кого ж я там смотрю-то еще? А Вики 3000 я смотрю, обалденный тоже канал. Татьяна Мания я смотрю, канал очень люблю. Так, что бы еще? Ангелофрения. Ну вот это самые-таки первые, Алиса Блэк. Вот. Вот так. Еще Морскую Марину смотрю. Как-то я одно время Морину Морскую смотрела просто вообще чуть ли не круглые сутки. И сейчас любовь подостыла, сейчас я изредка захожу, тоже посматриваю. Так, а напишите, кого вы смотрите, тоже будет интересно. Как пришла идея снимать видео, с чего все началось? Ну, идея, просто какой-то был мне порыв, и мне очень захотелось снимать видео. Тогда только зарождался русский YouTube, девочки только-только, там очень мало еще было блогеров, только начинали снимать. Может быть, русскому YouTube, особенно бьюти-каналам, было всего лишь где-то год девочки снимали. Вот. И просто захотелось. А мне интересно про ремонт. Прошло уже время после переезда всем ли довольно спустя время в своей квартире, что бы хотела изменить и какие еще хотела бы добавить вещи для уюта. По поводу, значит, ремонта в этой квартире мы делали, в принципе, минимум ремонта. У нас очень были большие требования к квартире, когда мы искали в поиске квартиры, мы находились очень долго, и очень много квартир Антон пересмотрел. И нам нужно было, чтобы мы сделали по минимуму ремонт. Поэтому у нас был везде косметический только ремонт. Ну, естественно, мебель, люстра, освещение, все это мы докупали. И на данный момент мне не нравится, ну, не то, что не нравится, мне очень хочется обставить красиво гостиную, то есть в зал. И я первое время после маленькой квартиры, естественно, когда только переехали, наслаждалась огромными залами, огромными этим пространствами. Сейчас мне хочется в зале что-то интересное придумать. Ну, во-первых, это нужны большие финансы, а во-вторых, я жду, когда Соня немножко подрастет, чтобы можно было без опаски все это сделать. Вот. Ага-ха-ха-ха. Вещи для уюта, какие бы хотела. Ну, во-первых, я хочу детскую обставить в ближайшее время, скорее всего, потому что летом мы будем в детскую уже Соню переводить, переселять. Вот. Я всем довольна спустя время в своей квартире в принципе ничего особо изменять. Я бы не хотела, пока на данный момент меня все устраивает. Вот. В прошлом году Сонечка была маленькая, говорила, что ставить елку большую не будете из соображений безопасности. А в этом году, когда начнете украшать квартиру к Новому году и будет ли видео, я очень люблю твои видео со сборкой елки. Хотелось бы подобное, чтобы зарядиться новогодним настроением. Скорее всего, на этой неделе мы будем украшать елку и я буду ставить большую двухметровую елку и обязательно сниму видео об этом. Теперь, я думаю, что Соня в том возрасте, когда она готова. И я ей уже несколько дней говорю, что скоро мы тоже нарядим елку, поставим елку. Танечка, привет! Очень нравится смотреть твои видео. Планируете поехать куда-нибудь отдыхать? Забираешься отдавать Соне в детский сад? Даешь Соне какие-нибудь витаминки? Изменились ли отношения после родов с мужем? Планируете ли куда-нибудь поехать отдыхать? Нет, пока не планируем в ближайшее время. Отдавать Соне в детский садик буду только... Ну, не знаю, в ближайшее время тоже точно отдавать не буду. Посмотрим ближе к 3 годам. Даешь какие-нибудь витаминки Соне? Нет. Изменились ли отношения после родов с мужем? Нет. Именно прямо сразу после родов, когда я вот только приехала с роддома, естественно, я вообще, я не знаю, я где-то была в другом измерении, у меня была так называемая послеродовая депрессия, тогда, конечно, у нас с мужем отношения были не такие, как даже сейчас и какие они были до рождения ребенка. Сейчас, в принципе, все так же, как и может быть, даже лучше в какой-то степени стали, чем до рождения ребенка. Можно бы... А, так, это Иринка. Танюша, а Сонечка до какого возраста была беспокойной? Как вы с мужем пережили этот период? Муж-то спокойно переживал вот этот период, честно говоря? Вот мне было очень тяжело, потому что большую часть времени с ребенком находилась я, и Соня была беспокойным ребенком где-то до 6-7 месяцев, а потом началась просто по сравнению с тем, то, что было, эти все кулики, когда все это дело прошло, естественно, я просто задышала полной грудью, и видео мои стали появляться чаще, и время у меня появилось, и я сама более спокойная стала. Вот. Я тяжело пережила этот период. Антон как-то, мне кажется, спокойный, но он очень много времени проводит на работе. Как часто вы разговариваете на родном марийском языке, и ваш муж знает ли марийский язык? Я, это, кстати, для тех, кто, может быть, еще не знал, не слышал по национальности, я марий, у меня и папа марий, и, ну, папа, отец татарин, но все-таки я не считаю, что это особой роли играет, все равно, для меня он марий, и мама тоже марий. И разговариваю на родном языке безумно редко, очень редко, даже когда я по телефону разговариваю с мамой или с дядей, мы разговариваем, я процентов, наверное, на 60 использую русские слова, и только процентов на 40 использую марийские слова, потому что марийский язык очень-очень скутный, если его сравнивать с русским языком. И у меня, я настолько редко, мне не с кем просто на марийском языке говорить, мне не с кем по-марийски говорить, хотя я живу в национальной республике, у меня все мое окружение, в том числе мой муж, он не говорит на марийском языке, потому что он его не знает, он русский, вся его семья, все родственники, все меня, люди, которые меня окружают, они все русские, поэтому мне просто не с кем говорить, и стараюсь на марийском языке говорить, вот без использования русских слов, только когда я приезжаю в Башкирию с соседями, там со знакомыми какими-то, стараюсь с ними хорошо говорить, чтобы не использовать русские словечки. А так, конечно, я марийский язык знаю очень хорошо, но вот это огромное количество слов, они у меня находятся в пассивном словаре, в пассивном словарном запасе. Танюш, расскажи, пожалуйста, как держишь себя в форме и про свое меню. Мое меню, девчонки, мое меню, это такое меню последнее, особенно после завершения, не то, что особенно, сразу после завершения грудного вскармливания, я просто пошла по наклону, и я ем сейчас и чипсы. Конечно, это бывает редко. Я ем и мучное, и сладкое, и все себе позволяю, поэтому мое меню лучше вам не знать на самом деле. А так, я просто, почему я не полнею, потому что я ем немного. Я могу в течение дня даже один-два раза покушать, и при этом я могу съесть и сладкое, и мучное, но то, что я употребляю в пищу, то количество калорий. Я просто сжигаю больше, поэтому, наверное, я и не полнею, ну и плюс еще, конечно, двигаюсь много. Так, привет, Таня, ты башкирка или марийка? По национальности, что бы ты хотела внести нового или изменить в своем городе? Кем себя видишь в будущем? Я по национальности Мари, что бы хотела изменить, внести нового в моем городе? Я думаю, что я не буду оригинальной, как и многие, всегда в России принято жаловаться на дороги. Я бы тоже, состояние дорог, качество дорог, я бы, конечно, хотелось бы улучшить, а так меня, в моем городе все меня устраивает. И у нас достаточно много театров и культурных каких-то заведений, и детских заведений, у нас и детские площадки хорошие, в нашей тут шаговой доступности и парке, поэтому мне все нравится, в принципе, меня все устраивает, особо-то менять так глобально ничего бы не хотела. В будущем я себя вижу очень красивой, эффектной женщиной, очень хорошей, строгой, но при этом справедливой, доброй мамой, успешным блогером, счастливым человеком, хорошей женой. Каким цветом охарактеризуешь? Каким цветом охарактеризуешь себя и каким цветом свою аудиторию? Так, это, да, последний вопрос. Себя я характеризую розовым, розовым, желтым, как-то не получается одним, розовый и желтый, пускай будет. Это первое, да, что приходит на ум аудиторию, оранжевую. Вот. И это будет, я ответила на все ваши вопросы, я очень надеюсь, что вам было интересно, и буду ждать ваших комментариев на тему моих размышлений, на тему моих жизненных позиций, как вы, понравились ли вам мои ответы, это ли вы ожидали услышать и не разочаровала ли я вас, или наоборот, возможно. Спасибо огромное за внимание, что вы терпели столбить долгое видео, тем, кто дослушал до конца, ловите поцелуйчики и вот такие вот обнимашки. Спасибо большое за внимание. Пока!